телеканал крт представляет вспомните когда только заикнулись сказали что мы давайте прекратим хаотично лес вырубать что посыпалось на нас европы да вы не вздумайте мы вас лишили тоже икея через норвегию в евросоюзе и стены теперь они сказали 400 мы вам дадим каких-то там 400 миллионов поддержки на что-то вы должны потратить мы скажем на что только вылез дальше гоните вырубайте гоните нам его чем обернулась нам вырубка лесов на прикарпатье что происходит наводнение какое вы знаете посмотрел телевидение ивана франковщины подивився с телебачения и там чиновники те кажут домогосподарство яке было полностью знищены это полностью уничтожено мы выделим вдумайтесь 300 тысяч гривен вопрос любой к любому гражданину украины за 300 тысяч гривен знищене домогосподарства домовладение уничтожено это на одно домовладение да можно отстроить за 300 тысяч хорошо частично слушай частично поврежденное 50 тысяч гривен это меньше 2000 долларов кто строился тот знает да в хрущевке ты ремонт не сделай 5000 долларов минимум минимум это сам ты все делал так я имею к чему веду даже за 300 тысяч гривен в трехкомнатной хрущевке ты нормальный ремонт толком и не я вот не помню правительство англии заявила что поможет там что-то 400 тысяч или 100 тысяч я вот не помню нужно уточнить американцы дали 100 тысяч долларов ну вот я же говорю вот вот вам и так на противодействие российской пропаганде на украине 50 миллионов долларов а на помощь поврежденные реально реальные дела на людям 100 тысяч долларов и вот вырубают так вот еще вопрос вот эти уничтоженные домовладения когда люди пострадали на прикарпатье они имели хоть какую-то каплю с державных надр яквоны любили любя говорить вот все все что государственное все принадлежит нам нам народу хоть копеечку кто-то взял из этих уничтоженных домовладений людей хоть копеечку кто-то получил все разошлось хорошо европе европа имеет сырье и хорошо вот этим вороватым чиновникам потому что они все сидят на взятку а те даже бедные люди которые тышком-нышком ночью пилят спилят эти деревья и под статьей уголовные ходят они что там много получают они на хлеб так он бедный пошел спилил эти деревья отгрузил и его же дом и пропал грубо говоря это трагедия вы понимаете это трагедия в ценном богом данной когда ли продали этот лес в европу привезли тебе заплатили деньги ты с этими деньгами пришел купил бензопилу штиль немецкую купил холодильник и табуретку икея и табуретку икея и опять деньги в европу ушли ты остался с размытым селом своим с домом разрушенные наводнение то что ты лес спилил и все деньги назад в европу и смотрите что мы давайте так возьмем экономический сегмент что мы до девяносто первого года производили у нас была высок высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью машиностроение и все остальное что мы сейчас производим сырье товарищи мы превратились в африку это в худшем ее варианте что в индию индия поставляла в британскую империю чай хлопок золото сырье в руках фрукты сырье что мы поставляем металл мед сою пшеницу металл недра свои и поставляем до метна металлы только такой металлопрокат болванки грубо говоря и и древесину но еще янтарь нелегально что мы производим то с высокой добавленной стоимостью там где может кормиться а почему даже не можем продать мучные изделия и опять же даже те же макароны зерно гоним весь мир мука макароны полуфабрикаты какие-то изделия по всему миру распродают мы этого даже не можем вы же знаете куча куча даже пищевых добавок и медицинских добавок мед прополис что мы не можем грубо говоря какие-то витаминизированные продукт а вот в тих дешках я кажу тот мы колониальная страна в колониях никакой развитой индустрии во вторых от мы древесину что мы не можем у нашим мозгов не хватает табуретку сделать и надо за 100 баксов у икеи покупать